Девушки отдыхают Девушки отдыхают Свойственного хозяевам Чувствия прекрасного По их мнению, даже такие вот предметы Не портят вид интерьера По-своему даже красивы Вполне тут уместны Нисколько не страшны Если с ними играют Даже дети А вот и они Легки на помине Интересно, что делают тут В таком количестве Не может же быть, что у всех Одновременно разболелись зубы Нам подсказывают Детский день в праксисе Оказывается, бывает и такое Стараниями воспитателей И медперсонала превращенный Не в нудное назидание А веселый праздник С ожиданием чего-то необычного Какого-то чуда Которое рано или поздно Настанет Вместе играют Слушают сказки И как-то само собой Незаметно, весело Усваивают необходимые навыки Обычно вызывающие у ребят Активный протест Слеза А то и откровенную истерику Принимается ими Как часть игры Которой хочется участвовать Еще и быть первым Скажите, вот здесь мы сейчас Наблюдали за детьми За какими-то чудесными Играми с ними Это что? Для того, чтобы дети Не боялись И вы ведете какую-то Просветительскую работу Просветительскую работу Начиная с какого возраста? С двух лет С двух лет это уже Это уже пора В принципе мы и рады Деток видеть У которых уже Вышел первый зуб Там быть может В четыре или в шесть месяцев Это нужно Обращаясь к мамам Которые ожидают детей Или у которых есть Такие маленькие детки Не тянуть Можно показать ребенка И показать ребенку Что есть зубы Что это важно Мы делаем в принципе все Абсолютно все Детей лечим Взрослых лечим Проколактику проводим Эндодонтологии Парадонтологии Это мои любимые области Так сказать Лечения Протезирование Даже до имплантатов Пора однако же Ближе познакомиться с теми Кто все это придумал И осуществил Ирине тут явно Принадлежит роль лидера Хорошо Тогда я вернемся все-таки Если вы не против Вот К нашей основной теме Вот скажите Что Подвигает человека На выбор такой вот Все-таки необычной Профессии Я могу это очень просто Объяснить Ребенком Выросшим в Казахстане И евшим Очень много фруктов И авахей И не совсем Правильно ухаживая За зубами Ведь там нам Это не преподносилось К сожалению У меня были больные зубы Зубки И потом зубы Ну и конечно Когда идешь в поликлинику И там кричат Какие-то взрослые Или пожилые люди То у ребенка появляется страх У меня был тоже Неимоверный страх Идти к зубному врачу Ирина с благодарностью Вспоминает Зубного врача Владимира Коха Он тоже живет Сейчас в Германии Впервые объяснившего Как и чем Важны для каждого из нас Здоровые зубы Так получилось И влюбилась я В эту профессию И знала Что если я смогу Учиться Где В Гамбурге В Германии На стоматолога То это будет моя профессия Мы впервые Обратили внимание На эту молодую Привлекательную женщину На одном из Гамбургских вернисажей И образ ее Отпечатался Сохранился в памяти Узнав же о ее профессии Немало поделились Как это удается Совмещать Такое нелегкое Чисто мужское Представляется занятие Как зубоврачевание Стягой к прекрасному Любовью к искусству Я выросла в Казахстане Да Вот очень интересно В семье Преподаватели У меня очень много Преподаватели Преподаватели Мама русского языка И литературы Очень много Тети тоже Которые преподавали Эти предметы Дяди Которые преподавали Музыку Математику Ну так же Семьей Инженера И смотря на это Я училась Не на языкомеда В детском возрасте Я училась на Фортпиано Играть Семь лет Это Наверное Очень принято У нас В Большом Советском Союзе Моя первая Поехка В крупный Город России Ленинград Состоялась В 14 лет В этот город Я очень любилась В 14 лет Влюбляются Во что-то Или в кого-то Я была влюблена в город И сообщила моим родителям Что если я закончу школу То обязательно хочу Учиться И жить в Ленинграде Они нас поддержали Я сказала нас Почему? Потому что у меня Сестра-близнец Это наше Обоюдное было желание Так и получилось Мы по окончанию Школы Проект Ленинград Поступили в Технологический институт Имени Ленинсовета И жили там Жили Не тужили Знакомились С молодежью Совсем другого склада Которые нас вели И в мир искусства Каждую свободную Минуту Или в театр Или в музей Или в филармонию Нам очень нравилась Эта жизнь И очень много талан Немецкие семьи Жившие в Казахстане И других восточных районах Бывшего Советского Союза В годы перестройки Получают разрешение На воссоединение С родственниками В Германии Семья Ирины Не стала тут исключением Хотя решение об отъезде По ее признанию Давалось нелегко В позиции сегодняшнего дня Оправдалось все-таки Вот это решение Я думаю Что знала она тогда О своей будущей профессии Да, пожалуй, что ничего Но так ведь бывает То, что суждено полюбить К чему прикипеть душой Вначале видится нам В привратном Искаженном свете Пропустите к больному Так, ничего, ничего Все будет хорошо Так, откройте рот Откройте рот Слава Богу, зубы целы Ой, ой Пошли пользоваться Такой зубной пастой Так, так Покажите оскал Шире оскал Так Стул нормальный? Да Ну все ясно Все ясно От выбора профессии К решению Создать свой Собственный праксис Это решение Было совсем не случайным Могу представить Или имею право Представить мою коллегу Мою лучшую подругу На сегодняшний день Лене Счаев С которой я познакомилась В университете В Гамбурге С которой я училась Не случайным После того, как мы Однажды друг с другом Поговорили Три года спустя Мы закончили наш университет Давали вместе экзамен В Гамбург Мы закончили грампу Университет Мы государственного Университета Мы с 2-зак Прези Университет 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 У них вообще было много общего. Общий вкус, любят яблоки, зеленый цвет, музыку. В марте этого года мы открыли праксис, поэтому у нас не так много пациентов. То есть мы можем с телепациентами, которые к нам приходят основательно работать, особенно если это дети, профилактику проводить, несмотря на часы. То есть у нас еще нет такого плана очень плотного. И каждый пациент, который позвонит нам сегодня и скажет, у него проблемы, боли, быть может, он сегодня и попадет к нам, если не сегодня, то через три дня определенно. Искусство врачевания в тесном единстве с искусством дизайна окружающей среды. Цвет, свет, тихо звучащая, приятная для слуха музыкальная мелодия. Все это скорее напоминает клуб, место для дружеского общения, дороже которого нет ничего в нашем мире. В домашней обстановке, вот мне трудно себе представить, там тема вообще зубных дел, зубных проблем как бы запрещена? Нет, не запрещена. Нет, ни в коем разе. Важная тема, об этом я могу говорить со всеми, и везде меня не напрягают вопросы людей. Даже если мы на улице встретимся или в магазине, и кто-то имеет такой вопрос ко мне, я могу с удовольствием ответить, могу пригласиться на консультацию к нам. Нагрузка на работе, судя по всему, приличная, но жаловаться не в характере Ирины. Пока молодая ее не чувствует, а времени, если правильно организовать, с лихвой хватает на все. Я очень люблю балет, я очень люблю классическую музыку. Живу недалеко от музыкальной, от филармонии, в Лайс-Халле, на сегодняшний день, и посещаю это заведение очень часто. Три грации, три еще совсем молодые особы, пускаются в столь рискованное предприятие, как открытие своего дела. И вот он, готовый, реальный и вместе с тем удивительный мир их служебного общего дома. Все-таки, а вот ваше семейное положение, Ира, собственные дети, если они имеются, ходят ли они сюда? Собственных детей у меня нет. Есть много племянников и племянниц, и они, безусловно, мои пациенты. И очень ценят это, и дорожат, и приходят, и чистят свои зубки, и показывают, и спрашивают. Я надеюсь, что это мое, наверное, задание в жизни, чтобы у моих племянников и у моих племянниц не было никогда зубной боли. Я знаю, что это возможно, со мной такого не произошло, я знаю, что такое зубная боль, я знаю, что такое бессонная ночь, я знаю, что такое таблетки. Много теплых слов было сказано и о коллегах, смежниках, протезистах, анестезиологах, с которыми доводится вместе работать, прекрасных специалистов своего дела. Да, забота об эстетике, но это прежде всего забота о здоровье и красоте самого пациента, белозубой голливудской улыбки, которую подарит ему посещение праксиса. Мы взяли на себя приятную обязанность выразить доступными нам средствами благодарность от пациентов самых разных возрастов, а также тех, кому еще только предстоит получить удовольствие побывать здесь, этим удивительным, молодым, внимательным докторам. Субтитры создавал DimaTorzok